В эфире телеканала Краснодар. Программа «Город сегодня». В студии Анна Володина. Здравствуйте. Смотрите в этом выпуске. Сообщение восстановлено. Пассажиры поездов, которые оказались заложниками стихии, наконец смогли отправиться по своему маршруту. Краснодарцы спешат на помощь. Горожане объявили сбор гуманитарки для пострадавших от водения. Ровные, безопасные новые. Ремонт дорог в Краснодаре обсуждали сегодня на городском аппаратном совещании в мэрии. Новый дом для хвостатых и усатых. В окрестностях Краснодара может появиться большой питомник для животных. Современное искусство покоряет краевую столицу. Необычную скульптуру установили в Чистяковской роще. Почти 10,5 миллионов тонн рекордный урожай на Кубани собрали в этом году. Итоги жатвы подвели в Краснодаре. Сюда приехали аграрии со всего края. День урожая традиционно одно из главных событий в сельскохозяйственном регионе. Всех, кто своим трудом добился таких результатов, поблагодарил губернатор Кубани и председатель законодательного собрания края. Участие в празднике приняла глава Краснодара Евгений Первышев. Наш край – это гарант продовольственной безопасности нашей страны. Один из лидирующих агропромышленных регионов России. Вы только вдумайтесь, мы поставляем нашу сельхозпродукцию в 75 стран мира. Друзья, ведь на самом деле в поддержку сегодня наших аграриев на федеральном уровне, краевом, существует больше десятка различных программ. Вот вдумайтесь, объем финансирования, государственной поддержки только по нашему краю составляет 7 миллиардов 300 миллионов рублей. На эти деньги наши сельхозтоваропроизводители, вы, дорогие мои земляки, сможете покупать новую технику, внырять новые технологии. От этого, конечно, гарантированные рекордные урожаи мы сможем иметь каждый год. Вы первые в стране, лучшие в России. Спасибо вам, дорогие наши хлеборобы, за ваш труд. Отдельных слов признательности заслуживает Кубанская научная сельскохозяйственная школа. Благодаря вашим исследованиям и разработкам, наше сельское хозяйство является передовым в стране. Весомый вклад в урожай внесли небольшие хозяйства, а почти треть всех зерновых собрали именно фермеры. Серьезный потенциал на Кубани не только в выращивании пшеницы и ячменя, половину всех фруктов и ягод в России получают в Краснодарском крае. Передовиков производства это больше 80 человек наградили почетными грамотами и медалями за вклад в развитие отрасли. А лучшим из лучших вручили ключи от машин. Правда, Вениамин Кондратьев не смог остаться на дне урожая до конца. После того, как глава региона наградил передовиков производства, он сразу отправился в потопленные районы края, чтобы лично проконтролировать, как устранять последствия наводнения. Сейчас идут восстановительные работы. О ситуации в регионе губернатор доложил президенту. О том, как возвращаться к нормальной жизни пострадавшей территории в следующем материале. Сочинцы расчищают дворы от грязи и ила, отмывают машины, сушат личные вещи и выкидывают то, что уже не восстановить. Общими усилиями приводят в порядок и улицы пострадавшие от наводнения. Коммунальщики срезают поврежденные деревья, выкачивают воду и вывозят мусор. Всего в Сочи от стихии пострадали более тысячи человек. В доме Кристины Алмазниковой пока еще пахнет сыростью, но основная уборка завершена. Осталось очистить веранду и высушить мебель. Нанесенный ущерб уже зафиксировала оценочная комиссия. Специалисты составили акты, по которым женщина получит выплаты. Деньги Кристина потратит на вещи первой необходимости, ведь у нее практически ничего не осталось. Убираем, все чистим, выкидываем все, потому что сколько бы ни стирай, ни полоскай, оно все равно все остается, все впивается, этими вещами потом пользоваться невозможно. В пострадавших от удара стихии Туапсинском, Абширонском районах и Сочи продолжаются восстановительные работы. Около двух с половиной тысяч человек. Спасатели, волонтеры и казаки помогают людям разбирать завалы. О том, как ликвидируют последствия наводнения в Краснодарском крае, Владимиру Путину доложил губернатор. Вениамин Кондратьев и министр по чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев прибыли в Сочи на совещание к президенту. Глава государства обратил внимание, что пострадавшие люди должны получить всю необходимую помощь. К сожалению, у меня обошлось без потерь. Инфраструктура разрушена в значительной степени. Там в некоторых населенных пунктах люди еще и без электричества сидят. Пожалуйста, доложите, как идет работа по восстановлению. И потом, конечно, нужно сделать следы для того, чтобы людям помочь. Комиссии сейчас проходят, активно работают. Возмещение уже началось с компенсацией. В краевом бюджете около 1 миллиарда рублей. Плюс-минус это будет видно по факту. Комиссии пройдут всех. И мы будем понимать точную картину по объемам возмещения. Компенсация и затрат на восстановление полного частичного имущества. Самая главная сегодня задача – это максимально вернуть людей к обычному жизни. За частичные утраты имущества первой необходимости каждый из членов пострадавших семей получит по 50 тысяч рублей. При полной потере по 100 тысяч. Это не считая единовременной выплаты в размере 10 тысяч рублей. Всего на Кубани большая вода повредила свыше двух тысяч домов. Но массовых жертв удалось избежать благодаря слаженной работе всех служб. Был до начала события проведен комплекс примитивных мероприятий, который не позволил наступить более тяжелым последствиям. Это в том числе и оповещение, и эвакуация людей в пункт временного размещения. Основная задача, как доложил президенту Вениамин Кондратьев, восстановить во всех домах электричество. Ситуация осложняется тем, что помещения сырые. Поэтому, чтобы избежать замыканий в проводке, сначала необходимо полностью просушить жилье. Для этого местные власти совместно с МЧС устанавливают в дома тепловые пушки. Есть перебои с подачей воды. Например, в Туапсинском районе разбушевавшиеся горные реки на куски разорвали трубопровод. За выходные, как только позволила погода, разрушенную магистраль сразу заменили. 300 человек сейчас находятся в пунктах временного размещения. Их полностью обеспечивают питанием и предоставляют всю необходимую помощь. Губернатор Краснодарского края с первого дня лично контролирует сначала аварийно-спасательные работы, а потом уже восстановительные. Как только появились первые сообщения об ударах стихии, Вениамин Кондратьев выехал в Туапсинский район, а позже побывал во всех зонах подтопления. Глава региона вместе с людьми осмотрел пострадавшие дома. Зашел чуть ли не на каждую улицу, которая оказалась под водой. В Хадыжинске во время разговора с эвакуированными местными жителями губернатор поручает увеличить количество комиссий, оценивающих ущерб. На сегодня в трех районах таких групп работает больше двух сотен. Я инвалид, жена инвалид. Лежать. Там сейчас грязь вот так. Как это все у тебя? Будет вывешен график, когда к вам придет помощь на улицу и конкретно в ваш дом. Еще раз подчеркиваю. Вывышите график, когда придет комиссия к людям. Чтобы они не дежурили там сутками, сидели непоятно в каких условиях. Вот в течение часа будет график, когда придет трудовой десант. И в течение часа должна быть информация у них в виде тоже графика, когда к ним придет комиссия. Сделайте обследование. Пострадавшие районы продолжают обеспечивать питьевой водой и продуктами. Привозят вещи первой необходимости. Кроме этого, всем, кто нуждается в хозяйственных материалах, доставляют лопаты, мешки, ведра и сапоги. Чтобы люди смогли быстрее навести порядок в своих домах. Нужно сделать так, чтобы люди не просто видели формальный подход, что якобы им оказывают помощь. Они помощь должны получить по существу. Процесс выплаты компенсаций, он уже начат тем, кто имеет право на получение компенсации за утрату полного или частичного имущества, уже производится. Мы должны вернуть людей к обычному образу жизни. А для этого энергоснабжение вопрос номер один, водоснабжение вопрос номер один. И здесь нет приоритета. Все энергоподключающие, энергоснабжающие системы должны работать. Сегодня стратегическая задача помочь людям вернуться в свои дома и вернуться к обычному ритму жизни. На руку сейчас играет и погода. По прогнозам синоптиков, сильные дожди отступили. На Кубанию становятся солнечные дни. Очень важно быстрее восстановить поврежденные дома, больницы, школы и детские сады до наступления холодов. А тем временем в краевой столице приятная суматоха на железнодорожном вокзале. После трех дней задержки в эти выходные около тысячи человек, которые оказались заложниками стихии, пережидали непростые дни ремонта путей в краснодарских гостиницах, наконец смогли отправиться по своему маршруту. Для них в субботу подготовили состав «Вадлер». Процесс отправки координировали представители администрации города. Проходят осмотр и проходят центральную часть зданий. Выехали из Санкт-Петербурга и приехали сюда 25-го. Простояли в поезде целый день. И очень хотим «Вадлер» на сборы, чтобы тренироваться. И наконец-то мы едем до «Вадлера». Уже в пятницу первых пассажиров отправили на электричках до «Горячего ключа» и дальше на автобусах в направлении Сочи. Остальная часть, это более 500 человек, стартовала в субботу. Мы благодарим за власти города Краснодара, за хорошие приемы и в конце концов надеемся доехать до места. Чтобы скрасить время в дороге, пассажирам раздали бутерброды, напитки и фрукты. У нас выпечка, сладкая выпечка. У нас печенье, конфеты, вода, бутерброды, которые напакованы, фрукты. Мы отдаем деткам в дорогу, для того, чтобы они спокойно, комфортно доехали. Ну и надеемся, что чрезвычайная ситуация для них уже закончена. Сейчас все ремонтные работы завершены и железнодорожное сообщение нашего края со всеми регионами страны восстановлено. Ситуация с наводнением, к слову, стала своеобразным тестом на отзывчивость. Помочь пострадавшим от наводнения жителям Туапсинского района готов практически каждый краснодарец. Клич о сборе гуманитарки для подтопленцев кинули в социальные сети жильцы 60-го дома Анны Черкасской. Десятки пакетов с детскими вещами, продуктами питания и просто теплой одеждой стали заполнять сокольный этаж многоквартирника. Всем подтопленцам, конечно, не хватит, поясняет активист этой группы, но помочь хотя бы нескольким семьям – это долг каждого земляка. Волонтеры отсортировали вещи, чтобы отправить очередную посылку, ведь в прежнее русло жизнь там вернется не скоро. Сначала начала писать везде сама, сначала выставляла посты сама, потом подключились девчонки. То есть я вчера вечером выставила где-то в 7 часов вечера первый пост по поводу помощи. И вот видите, сегодня какой уже результат. Девочки звонят, и мальчики звонят, и мужчины звонят, и женщины в возрасте звонят. Но в основном, конечно, мамочки. Очень много мамочек, которые звонят, и все стараются как-то помочь. Свет, воду и возможность передвигаться по дорогам. Жителям пострадавших от стихи населенных пунктов уже вернули, но в человеческой помощи и поддержке там еще нуждаются. Вещи, какие-то предметы быта, игрушки – это то, чем может поделиться, наверное, каждый. В интернете продолжают работать инициативные группы. Связавшись через них, помочь можете и вы. К другим темам. Ровные, безопасные, новые. Ремонт дорог в Краснодаре обсуждали сегодня на городском аппаратном совещании в мэрии. Работы на магистралях Кубанской столицы весь год велись масштабные. Всего до конца года в нашем городе будет больше 80 километров нового асфальта. Одна из главных дорожных строек на финише завершается благоустройство тротуаров и зеленых зон на Тургенево. Капремонт самой дороги уже закончен. На сегодняшний день выполняем работы по укладке рулонного газона, завершение укладки тротуарной плитки в районе Красных партизан Тургенева, Гагарина. Продолжаем высадку кустов, кустарников. На этой неделе устанавливаем остановочные павильоны и приступаем к монтажу двух п-образных опор, на которых у нас будут размещены знаки над проезжей частью. Кроме этого, занимаемся установкой перильного рождения. С начала 2018-го уже отремонтировали 74,5 километра улиц. Пик ремонта пришелся на летние месяцы. Из свежезавершенного улица Гагарина и подъездная дорога к СНТ Кубанское яблоко. Новый дом для хвостатых и усатых может появиться в окрестностях Краснодара. В поселке Краснолит глава города Евгений Первышев осмотрел территорию для нового питомника. До частного сектора далеко, а ветхие и аварийные дома уже расселили, и сейчас земля пустует. Не будут пугать животных и машины, ведь участок за поворотом на Краснолит, но при этом дорога к нему отсыпана. И главное, здесь дворнягам будет не тесно. Под вольеры и прогулочной зоны есть 6000 квадратных метров. Инфраструктура подходит идеально, подчеркнул мэр. Есть электричество и вода. Вопрос попытаться сформировать. Но мы-то давно говорим, действительно, я с Зименко этот вопрос обсуждал, давно говорим о том, что нам нужен питомник для содержания животных. Его нет. Количество собак у нас огромное в городе. Жалоб очень много. Есть определенные требования, что их нельзя же отстреливать. Сегодня на передержку необходимо и, соответственно, на дальнейшие с ними мероприятия. Ну и, конечно, вопрос по строительству питомников, он остро стоит. Эта территория, она подходит. Она далеко от жилых всех массивов. Тут она никому мешать не будет. Евгений Первышев поручил изучить опыт организации работы подобных муниципальных питомников в других городах, чтобы использовать его в Краснодаре. И бродячих животных на улицах нашего города становилось меньше. Не знаю, как вам, но по мне, это одна из самых радостных новостей за последнее время. Возможно, когда-нибудь вместо того, чтобы сооружать будки за гаражами, сердобольные краснодарцы начнут отвозить бездомных животных в специальный питомник. Ремонт дорог, строительство школы, детских садов, транспортные развязки. Эти и многие другие вопросы обсудили жители микрорайона гидростроителей, на встречу, которую провели глава Краснодара Евгений Первышев и председатель городской думы Вера Глушко. Подробности у Анны Григорьевой. Быстро растущий и развивающийся микрорайон гидростроителей требует к себе пристального внимания городских властей. Сегодня здесь проживают 57 тысяч взрослых и 17 тысяч маленьких краснодарцев. Этой осенью администрация города выкупила помещение, где сейчас занимаются 1200 воспитанников школы искусства «Родник». Еще одно отдельное здание уже готово. Скоро сюда переедут хореографическое и музыкальное отделения. Для того, чтобы решить проблему с социальными объектами, глава города принял решение об ограничении жилищного строительства в этом районе Краснодара. На яму, как и на гидрострое, наложен тоже мораторий. На яме не выдается ни одного разрешения на строительство. В каждом случае принимаю конкретное решение для того, чтобы можно было воплотить в жизнь решение по строительству того или иного социального объекта. Только в этом году в гидростроителе отремонтирован участок улицы автолюбителей. Обновлены подъезды к остановкам и тротуары, дорожная разметка и ограждения. На очереди ремонт улицы Невкипелого. В ближайшей перспективе жители гидростроя ждет много позитивных новостей. Сейчас идет активная работа по модернизации коммунальных сетей. Уже реконструированный участок канализационного коллектора по улице Василия Мачуги. Теперь он стал мощнее практически в полтора раза. Сейчас что мы сделали? Мы вместе с реконструкцией улицы Мачуги переложили два основных напорных коллектора, которые уходят в стоки с гидростроителей. И сейчас, на данный момент, мы находимся в рамках утверждения и согласования технического задания в инвестиционную программу Краснодар-Водоканала для реконструкции насосной станции по улице Гайс. Краснодар-Водоканал намерен серьезно увеличить мощности канализационных сетей всего района. Вскоре приступят к строительству новой канализационной станции на Валерия Гассия. Это, поясняют специалисты, решит все существующие в этом вопросе проблемы. Изменений много. Сами жители видят их и ощущают на себе. Работа ведется и грандиозная работа ведется. Вот, например, по улице Автолюбителей сделали проезд до Третьего Кольца, отремонтировали дорогу, сделали тротуары с двух сторон, и сделали подъезды к остановкам, поставили павильоны для остановок. Люди довольны. Я жила в центре, но переехала сюда и очень довольна этим районом вообще-то. Мне он нравится. И он благоустраивается, он все хорошеет и хорошеет. Это понятно. Вопросы, естественно, сразу решить невозможно. Все это решается постепенно и видно, видно. Подобные встречи глава города проводит регулярно. Сами жители говорят, что благодаря таким сходам они узнают, какие работы и в какие сроки будут выполнены в их районе. Задают вопросы и получают на них прямые ответы. Анна Григорьева, Алексей Попов, телекомпания «Краснодар». Идем дальше. Легкие домики, основательные заборы и оборудование нельзя будет признать недвижимостью. Это следует из проекта поправок в Гражданский кодекс, который Минэкономразвития внесло правительство. Подробности узнаем у Алексея Коваленко, ведущего рубрики «Город финансы». Здравствуй, Алексей. Приветствую, Анна. Введение поправок предотвратит многие налоговые споры и избавит от необходимости регистрации некапитальных строений. Обо всем по порядку расскажу через несколько секунд. Легкие строения, временные вспомогательные сооружения, капитальные заборы, оборудование, асфальто-бетонные площадки не смогут признаваться недвижимостью. Поправки в Гражданский кодекс разработала Минэкономразвитие, пишет российская газета. Поправки освобождают собственника участка, который возводит на нем некапитальные сооружения, от необходимости их регистрировать. А объекты, которые не подпадают под новое понимание недвижимого имущества, можно будет исключить из единого госреестра недвижимости по заявлению правообладателя. Минтранс предложил ввести динамичное ценообразование на городском транспорте. Стоимость поездки будет меняться в зависимости от пассажира, потока, времени суток и других факторов. При этом в ведомстве уточнили, что речи о повышении стоимости тарифов в час пик не идет, пишет известие. В министерстве объяснили, что это только предложение. Итоговое решение по тарифам останется за региональными властями. Рубль снижается к основным валютам. Официальный курс доллара США, установленный Центробанком с 30 октября, составляет 65 рублей 81 копейку. По сравнению с предыдущим значением, курс вырос на 18 копеек. Европейская валюта подросла на 37 копеек. И официальный курс евро, установленный Центробанком на завтра, составляет 75 рублей 3 копейки. На этом все. Остается только добавить. Автобус-транспорт общественный. Маневрам не обучен. Правильно, для этого у него есть водители, а у водителей руководители. Спасибо, Алексей. Мы переходим к другим новостям. Современное искусство покоряет Краснодар. Необычную скульптуру установили в Чистяковской роще. Съемочная группа нашего телеканала, конечно, была в числе первых, кто рассмотрел детали футуристического арт-объекта. Давайте мы с вами посмотрим. Барабанная дробь с субботним утром в Чистяковской роще явно пробудила интерес прогуливающихся горожан. Под серым полотном новый арт-объект. Первая скульптура современного искусства в нашем городе. Даже ткань не смогла утаить нестандартные формы конструкции, созданной Владимиром Омутовым. В творческом конкурсе его работа среди сотни эскизов заняла первое место и теперь красуется недалеко от Екатерининского зала в реальную величину. Евгений Первышов лично оценил работу Владимира Омутова, мэр Краснодара среди зрителей церемонии открытия. Сам автор скульптуры рассказал, что любит работать с крупными объектами. Сначала делает макеты, затем полноразмерную работу из дерева и только после этого берется за металл. В серии его абстрактных произведений более 20 объектов. Эта серия, она вся основана на том, что представляет собой большую абстрактную форму, которая состоит из равных блоков, единиц, которые в свою очередь образуют некое движение от каких-то конструктивистских форм в более плавные, более стихийные. Эта скульптура сделана из нержавеющей стали. Автор назвал её «Дрейп Дейта». Это можно перевести как «заблокированные данные». Информационный поток, в котором мы все живём. В переносном смысле он всех нас давно окутал, но и в реальном воплощении образ вышел немаленьким. 4 на 4 метра и весом около тонны. Над металлическим арт-объектом трудились около 4 месяцев. Позаботились творцы и о том, чтобы искусство, как говорится, жило вечно. Сварили все детали между собой крепкими швами, которые выдерживают нагрузку до полутонны. Современная скульптура предполагает более широкие трактовки. Здесь каждый может найти то, что зависит от его культурного бэкграунда, найдёт что-то своё. Если лично для меня, то смысл этой скульптуры в некой застывшей информации, в потоке, в котором мы сегодня окружены каждый день. Все эти байты, мегабайты, терабайты, летящие сквозь нас, сквозь пространство, через телефоны, через интернет. С первых минут открытия скульптура уже привлекла к себе зрителей. Необычная форма, нестандартный материал, тысячи одинаковых деталей сплелись в единую блестящую на солнце композицию. Мимо такого сложно пройти, не рассмотрев и не составив собственного мнения о современной культуре. Я думаю, такая арт-скульптура, ну это действительно украшение для города в любом случае. Ну, во всяком случае, для меня это хороший арт-объект, который станет украшением нашего парка, нашего города. Ну, памятник выглядит очень необычно, точнее, это объект, как я понял уже. Вот. Открытие, я думаю, нам запомнится, потому что сопровождалось громким барабаном, все так ампанимировалось и очень-то довольно-таки интересно. Вот так привычную картину Чистяковского сквера разбавил интересный арт-объект. Реакция у горожан на него позитивная, люди подходят его потрогать и сфотографироваться. Селфи с необычной скульптурой есть и у нашей съемочной группы. Татьяна Троян, Антон Чернышов, телекомпания «Краснодар». Ну, в Краснодаре можно делать селфи с утра до вечера. К слову, в эти выходные в нашем городе открывали не только новые достопримечательности, но и социальные объекты. Двухэтажный детский сад для 86 малышей, игровой комплекс и спортивная площадка. Всем этим теперь будут пользоваться жители фестивального. Красную ленточку перерезали у нового жилого комплекса. По новым стандартам городской застройки многоэтажки можно возводить только в комплексе с социальной инфраструктурой. Прекрасное месторасположение, прекрасные дома. Спасибо огромное архитектору, который, можно сказать, порисовал. Мы сейчас с ним разговаривали перед этим. Он говорит, пять лет назад я делал наброски эскиза этого проекта. Я говорю, ну видите, до реализации дошло, но это прекрасно. У вас есть здесь все полностью для жизни. Комплекс был примером для застройщиков всего города. Чтобы такие комплексы повторялись, от чего наш город будет краше, лучше. И которые можно показывать всем, кто приезжает в гости. В честь открытия для жителей комплекса организаторы устроили праздник. Живая музыка, подарки и угощения. На Василе удалось. Никто из гостей не ушел в плохом настроении. Курс на здоровый образ жизни. В Краснодаре открылся новый спортивный клуб в фестивальном микрорайоне. Теперь на пути к красивому и здоровому телу у жителей нет отговорок из разряда «зал далеко» или «не с кем оставить детей». Татьяна Троян тоже оценила все плюсы. Семейный фитнес-клуб Краснодар ждал давно. И вот случилось. Порядка 5000 квадратных метров отданы просторным тренажерным залом с современным оборудованием, бассейном для детей и взрослых, зоне спа и массажным кабинетом, залом для единоборств и групповых занятий. Открытие прошло по всем правилам. С приглашенными почетными гостями города. Перерезанием красной ленты, дегустацией спортивного питания, подарками и обзорной экскурсией по клубу. Территория фитнеса Краснодар – это семейный фитнес-клуб, которым направлен на занятия для людей разного возраста, разных поколений. Мы дарим родителям возможность уделять себе время заниматься спортом, пока мы занимаемся их детьми. В этом фитнес-клубе каждый найдет свою спортивную стезю. Можно работать над рельефом, растягивать мышцы на стретчинге или порелаксировать на йоге. После рабочего дня расслабиться помогут четыре парные и бассейн с морской водой. Кстати, их в территории фитнеса целых пять. Для любителей закаляться есть ледяная купель. А для самых маленьких, но оттого не менее спортивных краснодарцев есть специальные занятия детским фитнесом и игровая зона. Спортивный комплекс такого формата позволит привить любовь к спорту с малых лет и зародит в семьях новые спортивные традиции. Татьяна Троян, Антон Чернышев, телекомпания «Краснодар». Судьба футболистов, заслуживших звание любимцев СМИ, продолжает оставаться в центре общественного внимания. В социальных сетях идут активные обсуждения того, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров высказал мнение о скандале с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Напомню, что суд отклонил апелляции игроков и сохранил в силе свой первоначальный вердикт оставить задержанных до 8 декабря в Бутырке. В своем заявлении глава Чечни подчеркнул, что преступное поведение нападающего петербургского «Зенита» и полузащитника «Краснодара» не оправдывает. Однако трудоустроить Кокорина и Мамаева в грозненскую футбольную команду «Ахмат» готов. Со слов политика, для футболистов это будет перевоспитанием, а для команды – усилением. Мы спросили у краснодарцев, что они думают о таком воспитательном маневре. Как нормальные люди получают срок за удар стулом по башке, так и они должны получить, как все обычные люди. От Мамаева и Кокорина никакого урона не будет. Найдут новых, молодых, сильных, которые сыграют. Они пускай уже накопили денег, пускай идут домой. Все сделано правильно, все так и должно быть. По закону все четко. Вот то, что наказали их. Кого? Ну, Мамаева и Кокорина. Тем более, они не просто там что-то такое мелкое сделали, они двух людей избили. Это не просто так, это на том, что они там считают себя выше других. ЧСВ там у них повышенность такое. Мое мнение, оно двоякое. Может быть, ребята и не виноваты. Может, их спровоцировали. Все может быть. Я же и не могу сказать. А там как оно было? Тот водитель вышел с машины, там девушка. Там все это запутанная история. Мне не жалко футболистов, потому что каждый человек в этой стране должен нести наказание, которое заслуживает. Они были неправы и с ними поступили правильно. Они должны сидеть. Я так думаю лично. А слышали о том, что Кадыров хочет к себе в команду взять? Да, слышу, да. Как думаете, что это? Ну, я думаю, стоит, стоит взять, да. Правильно, пускай туда перейдут. Что-то мне подсказывает, что Рамзан Ахматович положительно справится с такой задачей. В степях на кирпичный завод пусть перевоспитываются. Взрослых мужиков нельзя перевоспитать. Интересно, готов ли включиться в процесс перевоспитания Сергей Галецкий. Свой комментарий по этой и другим обсуждаемым темам любой желающий может оставить на наших страничках в социальных сетях. Нам интересно ваше мнение. А сейчас предлагаю поговорить о каникроссе и байкджоринге. На Кубани набирают популярность спортивные дисциплины, в которых люди выступают с хвостатыми напарниками. В байкджоринге хозяин проходит препятствия на велосипеде, а впереди бежит второй участник тандема – пес. Он и задает скорость. А в каникроссе оба члена команды бегут изо всех сил. И в зрелищности таких гонок убедилась Юлия Жизневская. Пять, четыре, три, два, один, пошел! Городой, хорошо! Один за одним на старт выходят участники байкджоринга. Четвероногие спортсмены в паре или поодиночке тянут за собой хозяина на велосипеде. Им всем предстоит максимально быстро преодолеть три километра. Погода удружила. Прохладно и ветрено. Идеальные условия для хаски и маламутов. Летом проводить такие соревнования на Кубани нельзя. Слишком жарко для северных пород. Это у нас такой тренировочный заезд показательный. Вообще познакомить краснодарцев и велосипедистов с таким видом спорта, что это можно заниматься. Даже на юге не обязательно должны быть северные регионы. Ультриеры, джек-расселы, овчарки очень активно участвуют. То есть просто если хозяин любит активный образ жизни, собака это поддерживает, они вместе могут заниматься и участвовать в соревнованиях. Предстартовое нетерпение. То, что у хозяев в душе, у питомцев так и рвется наружу. В природе хаски чистая энергия. И ее через край. От спортсменов требуется тоже не просто умение крутить педали, но и крепость рук, и ловкость. Ведь одна собачья сила не так уж и мало. Такая пара может развить приличную скорость до 45 километров в час. Главное не отстать. Собакам нравится, научить можно абсолютно любую собаку бегать. Главное сделать это правильно, чтобы у собаки было желание бежать, бежать вперед. И так как это тандем, так как это работа собаки с человеком, то, соответственно, собака пытается хозяину своему помочь. И работает с ним в комплексе, чтобы был успех и у нее, и у хозяина. Какие команды должна знать собака? В первую очередь, это команда вперед, право-лево, мимо. Когда мы обходим других собак, быстрее, тише и стоп. Чувствует дух соперничества, даже когда они выходят на старт. Это эмоции, это адреналин. Собака гавкает, собака кричит, она хочет бежать. Софья на пару с Оскаром занимаются байкджорингом уже не первый год. В их общей копилке призовые места мирового уровня. К турнирам готовятся основательно, обязательный ветеринарный осмотр и многочасовые тренировки по бездорожью. Подгонять лохматого напарника можно только голосовыми командами. Любое физическое воздействие запрещено. Не обошлось на трассе и без падений. Как доказательство того, что собачьи гонки, как и любой другой спорт, экстремальны и травмоопасны. Гулька там жива, интересно? Не знаю. Да мы с ней столкнулись и пали. Но если опытным хвостатым не терпелось пуститься в бега по трассе, то новичков волновало большое количество людей и сородичей. Ведь для некоторых четвероногих бегунов эти соревнования стали дебютом. Правда, в Папиллиону Фалену стартовать вместе с хозяйкой в этот раз не пришлось. Соперников без велосипедов для каникроссового забега не набралось. Первый раз пришли поучаствовать в каникроссе с этим парнем маленьким. Пригласила нас наша подруга, которая регулярно участвует в ездовом спорте. Этот у меня старший, ему три года, порода Папиллион. Это Фален. Он маленький, ему 9 месяцев, вот он еще социализируется. Никогда не было в таком скоплении людей, собак. То есть ему полезно. Море улыбок, дружеские слова поддержки и светящиеся от заслуженной победы глаза. Несмотря на усталость, все довольны и счастливы. Хозяевам кубки и грамоты, собакам в награду, конечно, съедобные угощения. Юлия Жизневская, Александр Ивановсков, телекомпания «Краснодар». На такой спортивной и позитивной ноте я с вами прощаюсь. Еще больше городских новостей ищите на нашем сайте tv-краснодар.ру и в аккаунтах в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok